Договорился. Потом сделаем, приедет, туда заберемешки. Продолжение следует. Продолжение следует. Здравствуйте. Продолжение следует. 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 пока воно все у нас выставлено обмазали все залепил и мешаем и опять же с клеем с цементом ну чтобы хороший был сам раствор и а так вот залипали ну а внутри он вона внутри так что если забора не буду оттуда машина подъехала вставлю в любой любой отдел первый другой третий ну все все робится для того чтобы с любой стороны я мог выкачать если надо чтобы не было там допустим вот грязно в дверь не заеде ну пример или зимой шляпать а так и назад там завтра уж и уже все може качать ну любой ставок и качает но дуже удобно если они мне не надо будут просто их заглушками кришками закрыв и все они не надо будут ну а так так же будем ну внутри покрываем верхвест крем и бокову часть тоже покрием мастикой короче а так и думаем все робить дядь саня он последний уже залиплю я вот я карпачину забыл так что а потом уже коли мы кинем усе и в тоди уже конечно буде прийде бригада он уже стоять кран дядь коля ну дядь коля не дивится дядь коля кранусь я приехал в спецыня пригнал каже чтобы никуда не гонять ничо а приеду завтра на 9 договорились а каже хай пока в тебе постоять а в девять приеду и начнем кидать плиты так подумали как брать плиты как чалы ну короче прикинул единственное что мне надо разметку ось мы намажем сегодня вверх бока усе, и утром надо будет перед тем, как приедет дядь Коля крановщик, размитить, где плиты будут лежать. Ну а так вообще плиты положим, и стена будет идти бля плит. Плиты можно будет витянуть, поменять и так дальше. То есть они будут сниматься. Ну а так. Саня, если лишний расход, то давай, чи туда, чи сюда позахиже. Ага. Вот, бачите, как внутри. Вот так оно будет выходить. Пришлось разбивать две шлакоблачины, потому что мы оставили одну, а воно ж под градусом, и получается две штуки пришлось раздавливать. Одна там была, а другу раздавливали. Ну а потом я тут уже или раствором залью, засыплю, тут мы еще будем поднимать, то есть там уже подивлюсь. Ну я думаю, судя по всему, раствор таки слабенький сделаю, и тут, где сами выходят труб, раствором ямы позаливаю, и так все. И так везде пороблю. Сам бетон на армопоясе просто, ну, такий мощный, хороший, крепкий. И то он еще не схватился. Вот даже там, где я не делал эти лепешки. Вот помните, мы залимали армопояс, и там осталось несколько видер лишнего бетона за армопояс. И я взял, где у меня собака постоянно что-то. Только это когда мы заливали? Какой день? В пятницу, да? В четверть. В четверть заливали, а дядь Коля кран пригнал в суботу. И проехался по лепешечке, так что не где никакой трещины. То есть бетон такой хороший. Так что таки дела. Ну а так и думаем, что швакоблока погоним усишу. У меня нового 500 штук. И старого еще осталось на, ну, на ряд точно хватит. Может даже на 1,5 ряда по периметру. И на выбираем хорошего газоблока на два ряда. Я думаю, все, а то и хватит высоты. Если рядов 6, 6 на 2 метр 20 и плюс 60, метр 80 с головой хватит. Шесть рядов швакоблока по 20 сантиметров, это метр 20 и два ряда по 30 сантиметров, это 60, метр 20, 60, метр 80. Это будет выше моего роста. И все, и дальше армопояз. И на этом коробочка построена. И потом буду заказывать уже дерево, брус и буду уже робить кришу. Ну, кришу я буду сам, потому что, и, как там, много кто думал, что у меня куча денег. Не куча денег. Просто, что, ну, представьте, сколько бы я его сам би робил. Ну, это просто нереально. Вот это все со всем. Мы вот дырочки повидавливали. Вот А Крим, да тут порядка. А это целый день. Сейчас уже вечер, управляться надо. А это мы только сделали дырочки и позамазали. Ну, все таке. Ну, время забрать. А сколько бы мы это все делали? Сколько бы стены строили? Да я б тут и упал. А так я своим занимаюсь. Набагато больше времени у меня. И вот хлопцы выгонят только коробку и все. Кришу я уже буду делать сам. Так что то так. Кто там думает, что у меня сыплются зверху и я не знаю, куда их делать? Нет, конечно, такого нема. Я тоже принадл бы и хлопцев, хай бы строили, хай бы этот сидит, только дивится, как оно все строится. Ну, и кришу, как бы, вы же сами знаете, я трошки умею что-то и сам делать. Поэтому кришу зробим. Кришу мне надо же там опять же мою пирамидообразку. Ну, и так дальше утепляю. Я уже так все продумал, понаходил в ОСБ, где недорого. Подписчик там, из Харькова, да? У них там и цены на ОСБ хорошие на вату. Там закажу ОСБ вату с их доставкой. Брус закажу тут, где и брал Волега. И все, и буду собирать потихоньку. Ну, метал закажу в профлест там, где и брал профлест на ангар. Тоже в Харькове, пацан. Тоже нормально. Я тоди заплатил наперед там часть. Ну, как-то так настораживало. Ну, привезли все нормально и все хорошо. И тут же я еще хочу шлакоблок снаружи утеплить. Тоже будем утеплять кришу. Ну, то уже утепление то уже таке, воно не мешает на те, чтобы тут обуви поросята. А так вообще кришу утеплить. Бак надо купить, поїлки, воду. Ну, плиты кинем уже будет по-другому. От следующий ролик вы уже побачите, как будем ложить плиты. Давайте я покажу вам жевжиков, потому что завтра приедут забрать двух штук. Їм скоро два месяца уже будет. Там писали, что вот, бачишь, ты зробил щелевый пол, а в тебе чистить все равно надо, бо они ходят біля дверей. А я вам казал, писал тоді. Вони біля дверей ходять, пока маленькі. А як трошки підростуть, вони вже біля дверей не ходять, тому що вони біля дверей лежать. О! Все, біля дверей у нас сухо. Сколько килограмм я не знаю, не но на глаз бачу, что хорошее. Ну, вот. Поносин нема, яма прошла и все. Ну, вот, смотрите, еще 60 днів нема трошки. Хороший. Вони тут ходят густыми катяжками. Все в них отлично. Ну, тут и не жалко, нормально. Как раз дверей открываем, мухи, не мухи, открываем, так и все. Потом мух будем, чи менты вишать, а агиту, наверное, буду заказывать, а агиту помогу. Бо у меня что оставалось, прошло года, там и граминка осталась. Ну, реально я его, не знаю, подниму я, чи не. Ну, тяжело будет, он будет двигаться. Хороший такий. На 60 днів, может, и зважим, подимемся, если будет время и настроение потягать поросят, мне просто так на веса, может, и зважим. Ну, оно и так видно, что все. Бегают, играются, просто зада прийде Серега. Сережка, привет тебе, и забере пару штук. Плиты у нас пачка, ну, получается, в пачках, и одна пачка распечатана. И вот киша в пачках. Сейчас я покажу и объясню. Мы сейчас сегодня с утра уже секир башка зробили одному. Кстати, пиратика убрали на мясо. Пиратик, пиратик, пришел гулять пиратик. Вот у нас 4 пачки запечатанных, и одна пачка распечатана. Итого у нас их 27 штук. Как мы думаем их цеплять? Я хотел сделать такие, типа, крючки. Ну, взял, сунул, повернул и в свой кран. Ну, все равно опасность, где-то там что-то крутится, не так. И решили, это уже с дядьком крановщиком побалакал, он говорит, тряпчаные чалочки нездоровые, сюда будем заводить. И, говорю, вот так подцеплять тут. И там ровно по центрам. И я, говорю, буду тебе ставить, как надо. А вы только вера, майна, керуете и все. И тут вот он сюда подъедет, ну, за бочками станет, чтобы с одной позиции туда брать и туда куда положить. И вот это же нам надо сейчас все будет подготовить. Еще ту комнату, что Саня докрасит. И сейчас станем еще вот тут все гуртом волонем, чтобы по берегу, чтобы все было на завтра готово. Ну, а завтра, если получится, сниму, тогда вам покажу уже монтаж плит щельовых. Газоблок, так и думаю, выберем, який целейший на два ряда, где там что-то еще можно отбить, поотбиваем. И я высчитываю, сколько штук надо, и идеально почистим, на готовом тут бригаде, и хай они кладут. А уже эти половинки, все пиде, тогда уже на фронтоны, я кришу, я сделаю, тогда уже фронтоны заложим из половинок, из всего пойдет, все до кучи, и все. Если что, и детсаня у нас есть на подхвате, и все детсани, станок надо один переваривать. А станок тоже, вроде бы, чепуха переваривает, а целый день у двух мы мотузимся с одним станком, с утра до вечера, с одним станком, с утра до вечера целый день, эти палочки, штучки, зручки, пока их вот все, чтобы оно же откручивалось, потом поднести в сарай, скрутить, он же широкий, целый день уходит. То колись мне писали, что Стас, займись станками для опороса и продавай. Ага, там головняк таки с ними, что хоть бы собі расширить их, да не хватит на этом, какие там. Ну, короче, вот так. И цемента надо, брать цемента, больше тонн, 50 мешков, 50 мешков, это 25 по 50, значит, то на 250 я брал цемента и бачу, что цемента осталось, грубо говоря, на армопояз, только на стене нема, правильно? И это на армопояз не хватает. Ну, цемента надо еще брать, и на стене. Ну, на стене то пиде меньше, потому что он новый, в основном, а на газик пиде тоже немало. Короче, цемента докупить, и эту коробку закончить. И все, и дальше будем заниматься. Так что, друзья, буду держать в курсе, что сделали, показываю, что робим, тоже показываю. Зняли опалубки, армопояз, как идеал, все хорошо, сам бетон показал себе тоже, очень хорошо. И что, двигаемся дальше. Всем спасибо за внимание, и всем пока.